друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас идея ну наверное не ужина раз это суп идея обеда рецепт можно сказать так сегодня будем готовить солянку на это я взяла две картофельные почистила морковку лучок нам понадобятся маслины пару помидорчиков томатная паста можно перчик еще взять свеженький кстати у меня есть сейчас достану и несколько видов колбаски такая вот такая и пару сосисок поставила варить мясо здесь у меня говядина мясо уже закипела я сейчас все это про мою про мой мясо про мою кастрюльку и поставлю варить в чистенькой водички и так у меня все готово все промыла вот такой вот кусок говядины пусть варится целом а потом мы его измельчим порежем помельчим достала вот еще красный перчик на его может быть даже половинка понадобится и также зелень укроп у меня и лучок также понадобится лимончик но это уже как-то супчик будет готов лимона у меня к сожалению нет но папик пошел гулять собакой и сказал купит лимон так а у нас закипает мясо и берем вот этот белок так а мы начинаем готовить супчик папик он открывает маслины перед сказал убрать добавлять суп не будет нарежем морковку сначала слайсами а теперь вот такой соломкой кто не хочет резать можно тереть на терке в сковороду наливаем растительное масло и отправляем туда морковку порежем лучок папик режет четвертинками и мы кстати забыли про один ингредиент и это соленые огурчики морковки отправляем лучок помешаем мяско варится так а мы мяско вытащили из кастрюли и сейчас его порежем маленькими кусочками достала вот 4 огурчика вот такие красивые хрустящие порезали сосиски две штучки так вот колечками и туда в зажарку суп готовит папик у него немножко свои правила кто-то может быть совсем не так готовит я вам хочу показать его рецепт и получается очень-очень вкусно теперь вход пошла вот такая вот полукопченая колбаса аська у нас там нервничает что то есть а ты где где-то орешь а вот она чё ты ругаешься что от ругалась у тебя внимание не обращает никто да никто не обращает он иди пока домой отдохни иди полежи вон водку не хочешь недовольная чем не укусишь укусишь злится 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 ой блять что ты меня так пугаешь а теперь лезь заблизываться целоваться хочешь целуй да да и это колбаска колбаса зажарку теперь третий вид колбасы она тоже как он копченая да папа ли какая такая как ветчина и что ли это мы добавляем то что у нас есть в холодильнике вы можете добавлять любую колбасу вообще варят даже несколько видов мяса едут раз варила у меня была свинина и курица у нас говядинка сейчас такой кусок отварился стал несуразный какой-то тоже длинными полосочками у меня папик любит все длинным резать тоже ее сковороду теперь нарезаем огурчики тоже вот такие вот длинными полосочками я достала 4 огурчика вот они 31 режется я думаю этого будет достаточно если что еще достану зажарка у нас уже готова мы ее отправим в бульон папик выгребает чтоб масло поменьше попало выжимает выжим некоторые вот пишут что за рецепты можно снять покороче вот именно рецепт ну не забывайте что у меня канал в логовой здесь я показываю нашу жизнь то что мы готовим и я вам показываю рецепт как мы готовим и параллельно что-то рассказываю и еще и показываю перед тем как готовить суп я сделала такие вот кексики они уже готовы остывают это будет отдельное видео наверное следующее кому интересно можете посмотреть так первая зажарка у нас уже варится сковороду поставили ее он не мыл на добавил немножко масло теперь сюда идут огурцы на обжарку дорогие мои подписчики и зрители поставьте пожалуйста лайк и этому видео и следующем какие вы будете смотреть ваш лайк продвигает мой канал мало того что вы не ставите лайки хотя просмотры как бы есть так вообще никто не пишет даже комментарии вы не хотите писать комментарии просто зайдите и отправьте какой-то смайлик хотите ставить лайки ставьте дизлайки это тоже влияет как бы на активность на моем канале и влияет это и есть активность просто когда есть активность то механизм ютуба он рекомендует мои видео другим зрителям достал еще один огурчик папик сказал что мало мало того что в россии youtube как бы отключен вы не смотрите рекламу вы смотрите просто видео у вас нет рекламы я на это ничего не зарабатываю мне никто ничего не платит так еще и лайки не ставите а я я стыдно должно быть пока огурцы там обжариваются так нарезает мясо тоже вот такими вот длинненькими полосочками вот кое-что остается как жилки какие-то потаски маски поставили обрезки отварительно ну ладно ладно не стесняйся ешь подумает если не есть вкусно ася умница все поела да давай я уберу по мою так нарезанное мясо добавляем обратно в суп огурчики у нас там обжариваются еще так теперь нарежем помидорчики таким вот кубиком небольшим мы взяли два помидорчика вот он лимон долгожданный папик ходил гулял с аськой принес лимончик ведь уже половин съели а вот томатной пасты не купили я про нее забыла но вот был маленький пакетик но сегодня хватит завтра надо будет обязательно купить томатной пасты добавим пасту к огурцам так вот почему я не стал перец добавлять это болгарский у нас есть вот перечная паста видите вот он добавит ее очень вкусная паста перечная бесподобно и вот сама закрывала рецепт есть кто на следующий год хочет посмотреть рецепт вернее как мы хочу вот в этом году в период консервации сделайте обязательно перечную пасту я делала еще и томатную намного лучше и вкуснее чем покупное все это без консервантов все свойское очень вкусно вот она у меня жидковато получилось надо вываривать ее подольше чтобы она была более густая ну жидкая тоже кстати вот почти всю зиму пользуемся и мы очень довольны теперь нарежем картофель тоже папик у нас режет длинненькими вот такими полосочками тоненькими он если один ингредиент порезал полосками тонкими значит и все остальные также будет нарезать так все остался последний штрих это у нас картофель оливки и сейчас зажарка дожарится супчик у нас еще будет вариться минут 15 да пап картошкой и со всеми ингредиентами картошка нарезанную тонко она сварится очень быстро я знаю что многие кладут картофель в первую очередь чуть и даже не с мясом для чего это делать не знаю картошка варится очень быстро смысла нет ее класть с мясом смотрю некоторых блогеров которые варят суп кладут мясо и вместе с мясом картофель если только целиком и спит по мне кажется целый картофель варится очень быстро ставите на пюре 15 минут и все готово теперь нарежем оливки они у нас без косточек такими вот кружочками я помню мы как-то тоже варили солянку и оливки у нас были с косточками папик не заставил сидеть выковыривать косточки и нарезать полукольцами кость кстати очень плохо отходит от оливки когда ты его врызешь просто кушаешь да а когда тебе надо аккуратно разломить вытащить косточку и чтобы какое-то получилось кольцами невозможно было бы хотя бы полукольцом было занятие не из легких окно пол баночки оливок где-то а это мы сейчас съедим вкуснятина и так огурцы наши готовы с помидорами супчик у нас там кипит выкладываем вот эту вот поджарку плита очень чистая сейчас приготовим буду сюда и посмотрите я ем оливки она просит вы тоже не будет есть не будешь на будешь как твой носик такая же не какой-то не ешь хочу бросишь стоит гавка и просит все успокоилась тогда сколько мясо съела берем лишнюю пенку ведь вот красная жир и пена всегда все убираем после вот каждого положили допустим столбаску жареную всегда убираем пенку положили картошку всегда убираем чтобы не было вот это вот лишнего все и остались у нас одни маслины теперь закидываем туда маслинки пусть постоит покипит здесь 15 минут открываем крышкой и оставляем настаиваться какой супчик вкуснятина да и только кто любит солянку пишите мы ее готовим не часто но не знаю может быть раз в полтора в два месяца но иногда прям хочется все накрываем крышкой и ждем 10 минут как я уже сказала чтоб покипел и потом настаиваем так а у нас все готово супчик настаивается кексы готовы готовили обед а получается ужин здесь у меня уже порезана зелень два кусочка лимона все убрала прибрала осталось вынести только мусор и даже заварила чай вот только что залила кипятком зеленый чай вот начинает раскрываться и там вон шиповник шиповник мы сами сушили каждый год сушу будет очень очень вкусный чай так и вот это вот еще надо будет уже чуть подсохли мы делали манта стекла надо и вот эти вот семечки просушить хорошенько они хоть и мелкие но такие пузатенькие хорошенькие а потом пожарим будем щелкать ну а на этом видео буду заканчивать вот такая вот соляночка у нас получилось сейчас полонник покажу вам и картошечка и мясо все здесь присутствует такой вот уставатенький получился очень-очень вкусный папик солянку готовит знатную вкусную увидимся с вами в следующем видео ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал кто не подписан нажимайте колокольчик он вас будет оповещать о новых видео пишите комментарии и всем пока пока